Привет, друзья! Вот так вот я сегодня гуляла. Правда, тапочки уже успела переодеть и накормить бусика, и ещё и расплакаться, потому что муж позвонил, вот, а у меня нет настроения, потому что я опять полдня сильно проболела, еле-еле привела себя в парялы, кстати, заставила себя покрасить волосы, видите, совсем-совсем блондинка стала. Бусика, я выгуляла не без приключений, поэтому мне стало ещё обиднее, но это такой хороший пример для нас всех, что нет чёрных плохих, белых плохих или чёрных хороших, понимаете, есть хорошие люди, есть плохие. Есть белые, плохие, да, расисты. Люди всякие, разные бывают. Итак, я иду с бусиком, а вчера, на днях, в общем, я встречала мужчину, но он был так издалека, кто внимательно смотрел, у него два такие маленькие мопса. Они нас обгавкали сегодня, смотрю, этот мужчина как бы идёт уже в другую сторону, бусик унюхал этих мопсов и поплёндался за этими собачками. Но они были вдалеке как бы, да, и я думала, что мужчина идёт, уже возвращается по направлению к себе домой. Но не тут-то было, мужчина разворачивается, да, мужчина чёрный, высокий, красивый. Разворачивается, идёт к нам навстречу, эти мопсы уже очень близко нас обгавкивают. Вот, я испугалась не за свою собаку, а за этих мопсиков, потому что у меня бусик бывает к мальчикам не очень спокойный и не очень дружелюбный. И я слегка попятилась, плюс у меня полный упадок сил. То есть, если бы я была здоровой, я бы удержалась на ногах. Сзади оказался небольшой бордёрчик. В общем, я со всего, так сказать, своего роста падаю на мягкое место. Вы бы видели реакцию этого парня, этого мужчины. Он жутко испугался. Он держал своих собак. Я схватила бусика в лежачем состоянии. Он меня сто раз спросил, или я в порядке. У него вот такие вот глаза, он испугался, чтобы я не разбилась. Но он просто не в курсе, что у меня просто слабость. Понимаете, слабость. Не потому, что я там грохнулась и как бы травму получила какую-либо. У меня просто болезненное состояние, поэтому я не удержалась на ногах. И он от меня не мог отстать. Он спросил, чем тебе помочь. Тут своих собак держат. Держат, собаки заливаются. Тут мне, я уже отошла, поулыбалась. Говорю, I'm good, I'm good. Don't worry, не волнуйся, я в порядке. Уже сто раз ему сказал. Всё равно он отошёл издалека. Кричит, как я или нужна мне помощь. Представляете? Вот, это к чему? Вспомните, я вам рассказывала, тоже такой высокий, да? Красивый, так сказать, с двумя псами, который, значит, подумал, что я, якобы я могла на него позвонить в полицию. А ещё перед этим он бегал, преследовал, значит, меня с моей маленькой собакой. Под два метра, чувак, да? Вот два почти одинаковых внешние мужчины. Один, его поведение, как он мне хотел помочь сегодня, как он испугался. И второй, который пугал меня специально. Вот. И сейчас позвонил мой муж, и я целый день раздражена. И вот мужу моему тоже попало под горячую руку. Почему я раздражена? Потому что меня всё это бесит. Ну, начнём с того, что сегодня я прочитала комментарий. Ой, я смотрел, или смотрела, я уже не помню, и плакала. Значит, привет из Дальнего Востока. Ну, всё бы хорошо, понимаете, но там буква Z. Я надеюсь, что эту букву Z написали только потому, что человека зовут, например, или Зина, или Зиновий. Что это никак не провокация. Потому что я никогда не поддержу никакую войну, никакого правителя, который это допустил. Вот. Поэтому вот эти вот, значит, буковки лучше мне не писать. Потому что я эти комменты буду удалять. И с другой стороны, да, значит, украинское телевидение, сидят при свечах, да. Это такой цирк, это такой театр. Я не знаю, зачем они это делают. Вот мне достаточно было, я себя плохо чувствую. Мне достаточно было увидеть две эти, знаете, лицемерные политические гримасы. Иначе я не назову это. Вот. И всё, мне достаточно. Вот мне интересно, вот эти вот всеморды украинские, да, украинских властей, которые уже в телевизор не влазят, а дутловатые такие, которые знали, что будет война, попрятали своих, деточок за границей. Вот. И теперь вещают экономьте электроэнергию. При этом мужчин как не выпускали, так и не выпускают. И ведь женщины из-за своих мужей, из-за своих, возможно, братьев, из-за своих детей тоже не могут покинуть Украину. Понимаете? Сидите в темноте, замерзайте, но мы вас не выпустим. Это такое адище, это такая жесть, это такое враньё всё. Я их ненавижу всех. Я их, ну, я просто, знаете, я сейчас лучше замолчу. Я желаю всем мира. Вот, потому что мужу моего, моему уже досталось. Он, значит, позвонил, спросил, как я себя чувствую. Я сказала, хреново. И он говорит, ну, ты помнишь, мы к врачу идём в 8 утра, 20 какого там числа. Я говорю, это ты себе назначал в 8 утра, вот ты и пойдёшь. А что ты не пойдёшь? Я говорю, если бы ты для меня назначал, ты назначил бы хотя бы часов на 12. Потому что муж засыпает в 10 вечера, а я, бывает, в 12 ещё кушать готовлю. Поэтому, ну, говорит, назначь себе это, да, это appointment. Я распсиховалась, говорю, что я, конечно же, очень самостоятельная в этой стране, в этом государстве. Что дело только в appointment, чтобы я позвонила и назначила. Но я даже не имела возможности за эти дни отлежаться, чтобы никуда не выходить, ничего не делать. И напомнила мужу, что он мне даже чаю не предложил. Поэтому вот так вот. Я очень злая на всех. Думаю, мне лучше в эфир не выходить некоторое время. Муж сказал, что сейчас приедет и приготовит мне чай. Представляете? Так что вот так вот. Пусть будет мир, надеюсь, на ваше понимание. Не будем делать провокации, будем уважать друг друга. А ещё что меня взбесило, там в Украине, значит, против русского языка опять начали выступать, да. И ещё один. Люди, которые с детства говорили на русском языке, да, сейчас уже призывают изжить русский язык из, значит, украинского государства, да. А если меня мама этому научила, почему я должна предавать маму, ради какого государства вообще. Кто сказал, что русский язык это аналог каких-то, не знаю, враждебных действий. Так любой язык можно зачислить, любой народ можно зачислить. Причём здесь власти, причём здесь люди, причём здесь язык, да, как элемент политического влияния. Вот вам, вот вам всё, вся суть лицемерия, понимаете. Хотя сами же азовцы говорят, эти защитники, да, украинские говорят на русском языке часто. Причём они же сами выступали. Оставьте тот русский язык в покое, потому что наши защитники украинские говорят на русском языке, понимаете. И вот это вот всё, во всём ложь, лицемерие. Ещё она Инстаграм вчера увидела, бывшая моя коллега, так сказать, в кавычках. У меня больше нет никаких коллег. Значит, описывает историю, она живёт в Нью-Йорке. Как-то мы с ней очень мило общались, да, несмотря на то, что она знает, что я русскоязычная, ей это не мешало. Вот, когда нужно было у меня совета спросить, ей это не мешало, она понимала прекрасно меня. Хотя я могу говорить по-русски, по-украински. Вот. И она описывает в Инстаграм такую историю. Значит, бомж какой-то прицепился к русскоязычной женщине. Та ему что-то ответила на остановке. Ну, как-то так вот, да. Я уже точно детали не помню. И вот этот бомж ей говорит, вы все такие русские, все такие хамы. Вы все враждебные. И вот эта вот моя бывшая коллега, так сказать, она всё это описывает. Я отписалась от неё. Мне так противно стало. Понимаете? Да что же, человек умышленно сеет вражду. Тупо, бессмысленно, понимаете? Чтобы кому-то угодить, чтобы кому-то очко подлезать, да? Или из трусости. Я не могу понять, зачем это делать. Потому что вот только что я вам рассказала. Два чёрных парня. Один полная мразь. А другой не знал, как мне помочь. И готов был из шкуры выскочить. Лишь бы я, допустим, сказала, подай мне руку, отвези в больницу, что угодно. Волновался, чтобы я не разбилась. Вот так вот. Поэтому будьте умные. Живите с миром. Муж приехал, должна заканчивать. Надеюсь на понимание. Пусть будет мир. Будьте здоровы. Это самое главное. Берегите друг друга. И как бы заставляйте себя думать. Нас умышленно всех поссорили. Нас умышленно старались разделить. Убить, заколоть этими модными процедурами. Потом вот это вот устроили побоище. То есть мы с вами должны оставаться людьми. Вот что я хочу сказать. И уважать интересы друг друга. Имеется в виду наш язык, наши традиции, наши привычки, наших предков, скажем так, нашу землю. Так, у меня нет настроения. Смотрите, что я себе делаю. Ну, где наша не пропадала. Один раз живем. Три части Космополитен Микс и одна часть водка. Вот. Я думала, просто это коктейль безалкогольный. Оказывается, это для того, чтобы делать себе домашние коктейли. Ну, вот у меня здесь две столовые ложки водки. Где моя водка? Ну, и там в основном этот сок. А это у меня водка стояла для дезинфекции. Не знаю, что это за водка. Я в водках не специалист. И вот решила себя вот таким вот побаловать. Что здесь у нас? Ягодки какие-то. Ну, ягодок у меня нету. Есть лимончик. Попробую, расскажу. Села на задний дворик. А вот еще что хочу добавить. Кстати, коктейль вкусный, сладенький. И легкий. Вот так вот. Что хочу еще добавить. Знаете, все хотят видеть успешных там, таких богатых, как говорится. Ну, а поскольку я вот в таком состоянии слабом, то не очень-то хочется и в эфир даже на YouTube выходить. Сегодня еще полдня просидела, искала дом, потому что мы с мужем двое переболели. И также у меня тревога такая возникла. Вдруг мы не сможем все это оплачивать. Вчера я сделала видео, сколько стоит наш дом, какие у нас обязательные расходы и так далее. И сегодня я начала мониторить дома подешевле, чтобы, например, наш дом продать. И купить какой-то дом, чтобы на нем не висел кредит, скажем так, за этот дом. Есть такие дома в других штатах. Я нашла, например, дом неплохой в Южной Каролине. Также и на Флориде. И, по-моему, в Вирджинии. В общем, есть несколько вариантов. Они, конечно, может быть даже и хуже, чем наш дом. Но в любом случае лучше жить и не думать о тех же кредитах. Или вдруг, не дай бог, ты не сможешь оплачивать и так далее. И вот эта вся тревога, она тоже, знаете, сказывается. Но мой муж хочет все-таки остаться в этом штате. Заработать. Дай ему, боженька, фу-фу-фу, чтобы не сглазить пенсию. Поэтому, когда ты понимаешь, что ты здесь никому, в принципе, нафиг не нужен. И никто тебе не поможет. Вот такие мысли тоже, конечно, они зарезают в голову. Особенно, когда человек нездоров. Когда он не имеет сил даже бороться. Даже как-то действовать. И мне говорили, ну ты же в Штатах. Живи, наконец, в свое удовольствие. Займись собой. Но я вам показываю каждый день, чем я занимаюсь. И как много у нас удовольствий. Пожалуй, больше всяких забот, чем удовольствий. Вот. Ну и, наверное, я сделаю все-таки перерыв. Нужно привести себя в порядок. Отлежаться, наконец. Заняться своими делами. Извините, может быть, я показалась сегодня кому-то резкой. Потому что, правда, никому не нравится. Никого не хотела обидеть, с другой стороны. И не умею врать, лицемерить. Вот то, что думаю, то и говорю. Поправка номер один. Правда, в США. Это свобода слова, свобода мнений. К сожалению, не всегда это работает. Вплоть до того, что многие мои видео закрыты. Вот. Потому что посыпались угрозы. Но я не могу свою жизнь перекроить. Если, например, меня преследовала нацистка из Азова. Я об этом рассказывала. Но я не могу ничего другого придумать, если была это реально нацистка из Азова. Понимаете? Но сейчас всё поменялось. Если раньше Азов был террористической организацией, то сейчас нет. Сейчас это защитники. Вот. И поэтому, знаете, всё это лицемерие, оно, конечно, тоже достало. И мои видео будут оставаться закрытыми. Потому что, как мне сказали, не думаешь о себе, подумай хотя бы о своём муже, о своей собаке. Надеюсь, скоро это безумие закончится всё-таки. И в Украине, и в мире. Это ж не только с Украиной всё связано. Сейчас вся планета в опасности, я бы так сказала. Поэтому я надеюсь на здравый смысл всё-таки наших этих руководителей. И нужно жить дальше как-то, да. Нужно жить и радоваться этой жизни каждый день. Несмотря на болезни, там какие-то тревоги. Надеюсь, в следующий раз у меня будет другое настроение. Так что, всё равно подписывайтесь. Увидимся.